Родилась я в деревне Коски. Здесь недалеко. Приехала сюда работать продавцом магазин. Так попала сюда. Здесь уже живу больше 15 лет. Вышла здесь замуж. У меня двое детей. Дарье 13 лет будет Ярославу 8 лет. Наверное, как большинство рукодельниц. Это началось еще в первом декрете со старшей дочерью. Началось все с бисероплетения. Были и плетения из газетных трубочек. В общем, всего понемногу. Итак, я пришла к фоамирану. Это мой любимый материал. Я уже им занимаюсь 5 лет. Что-то еще в интернете. Мастер-классы. Что-то приходится покупать. Какие-то нюансы. Многим нюансам приходится учиться. Какие-то тонкости, чтобы узнать. Нужно за это заплатить денежки. Так что мастер-классы иногда я и покупаю. Чего-то доходишь сам. Что-то приходится узнавать другими путями. Использую. Да что под руками находится, то и использую. Но в основном, конечно, фоамиран. Вот. Во всех изделиях он у меня. Вы можете это наблюдать. Елочка. Это я делала для себя. На свою любимую кухоньку. Елочка в стиле Прованс. Вот. Здесь и фоамиран. Цветочки. Хлопок, правда, этот раз покупной не стала делать. Шишки. Ну вот, как-то так. В основном, конечно, фоамиран. Бывают ленты. Бывают делаю лент. Но это очень редко. В основном, когда просят знакомые, так сказать. Материал я заказываю в интернете. Так как в местных рукодельных магазинах чаще всего нужного не достать ассортимента. Вот. Что я еще использую в работе? Основной мой инструмент это утюг. Так как фоамиран требует тепловой обработки. И ручки. В ручках перетираются лепесточки. Мозольки, конечно, бывают. Ну что делать? Вот. Так. Что еще? Еще я использую молды. Это, конечно, тоже все приходится покупать. Различные приспособления для лепестков, для листьев. Вот. Иногда глина. И без нее тоже не обойтись. Вот. Пробовала даже сварить сама холодный фарфор. Ну, честно говоря, получилось не очень. Молд листа розы. Без него мне никак. Фоамиран греется на утюге и прикладывается к молду. Остается отпечаток. Потом окраска, покрытие лаком. Вот фоамиран. Его я сначала истончаю между листами бумаги. Затем беру губку. Вот так. Оборачиваю. Прикладываю к утюгу. И вот. На молд. Вот она даже так немножко видно. А прогрев будет хороший отпечаток. Ну, как сказать, вдохновение. Что-то увидела в интернете, какую-то идею, допустим. Больше всего, конечно, мне нравится работать от человека. Допустим, у девушки свадьба. Это же прекрасно. Она сама видит, как она видит праздник свой, понимаете. Она доносит до меня. Был у меня заказ бутоньерка жениху и браслет невесты. Ну, получилось красиво, конечно. Вот. Невеста была прекрасная. Очень довольна. И мне приятно. А вдохновение, не знаю, просто хорошее настроение. В этом, в основном, конечно, идея из интернета. Но бывает, что что-то рождается и в моей голове. Бывает, что приходится переделывать. То есть, как бы, сначала заказчик говорит, я хочу вот так вот, а потом видит результат. И говорит, нет, давайте сделаем немножко по-другому. Приходится переделывать, а что делать? Моя же цель угодить, чтобы заказчик остался доволен. Чтобы ему приносило изделие радость. Это самое главное. Ну, самая трудоемкая работа моя, вот она. Это мой долгострой. Это, я даже не могу сказать по срокам, сколько это было. Это пионы. Люблю пионы. Безумно просто. Но делала их очень долго. Потому что были заказы и домашние дела. Не знаю. В общей сложности с перерывами это полгода я их делала. Ну, конечно, если взяться прям за букет, то вечерами за месяц можно сделать. Вот это мое самое любимое. Это я просто обожаю. Самая любимая работа, самая дорогая. И душу, и кошельку, если что. Люблю безумной любовью. Вот эту прелесть мою. Какого бы цвета ни был материал, тонировка все равно требуется. Даже если розы белые. Стебли из моего самоварного холодного фарфора. Ну, конечно, не совсем я ими довольна. Ну, если сделать из заводского, так сказать, то будет вообще идеально. Шикарно. Шикарно. Сколько по времени? Это уже долго, да? Это долго, да. Это долго. Это роза. Ну, блин. Вечера три, наверное, розу я делаю. Одну? Да. И плюс к ней еще сколько? Ну, да. Здесь вот листья окрашены маслом. Во-первых, масло сохнет дольше. Но выглядит лучше, чем акрил окрашенный. Ну, еще поэтому добавляется срок изготовления. Все должно высохнуть. А вот эти листики-то изготовлены? Да. Вот это на этом молде, да, листья. Вот эти розы сделаны по мастер-классу. Очень хорошего мастера. По платному, конечно. Но результат того стоит. Вот. А так, чтобы какие-то трудные клиенты? Да нет. Они у меня все хорошие, добрые и отзывчивые. Оставляют отзывы иногда. И возвращаются, конечно. Конечно, возвращаются. Был заказ из Башкортостана. Девушка написала, захотела брошку на 9 мая. Там вышла, конечно, больше доставка. Но осталась очень-очень довольна. Это самое далекое, можно сказать, по расстоянию, что у меня заказывали. Одну брошку на 9 мая. Была Москва, Смоленск. Так, что еще у меня было? Вот Башкортостан. В Белоруссию сами возили, так как там живут родные. Брянск. И еще, сейчас скажу, какой-то город. Липецк, по-моему. Ну, так все. В основном по месту, конечно. Конечно, Рославль, Десногорск, девочки заказывают на 1 сентября, на выпускные. Сейчас, конечно, сложно с этим. Подарок сделан из души. И, как бы, от души он, конечно, приносит радость. Тем более, когда ты знаешь, что ты хочешь. Или, допустим, есть люди. Вот придумай что-нибудь. Ну, блин, тебе лучше видно, да? Придумай что-нибудь. Вот человек такой-то, надо вот что-то типа. Ну, тогда уже начинаешь думать. Как это? Осуществить. А вот эту розочку, это тоже сами делаете? Да. Это брошка. Моя. Никому не отдам. Вот Новый год впереди. Допустим, вот такие магниты я делаю каждый год. В этом году вот такой вот. Муж очень сопротивлялся, да, немножко. Когда я отвоевала балкон. Ну, ничего. Он с пониманием относится и помогает. У меня же дочь взрослая тоже помогает по дому. Поэтому освобождается время для, так сказать, моего хобби, увлечения. Ну, каждый чем-то увлекается. Как кто-то подслужкой, кто-то просмотром фильмов, это тоже увлечение. Но если это приносит удовольствие, как бы, если отдыхаешь при этом душой, как говорится, и телом, то ничего плохого в этом не вижу. Я нашла вот себя в таком увлечении. Новогоднее такое украшение. Ободочек и браслет для девочки. Это розы. Это тоже я люблю, мне очень нравится. Ящичек тоже сама делала для фотосессии, допустим. Вот такой вот с калинкой веночек. Осенний такой венок. Колье. Это я для себя делала с яблоней. Веточка в прическу. На шпильке, если при желании, можно и закрепить на что-то. На заколку, на зажим. Моя любимая брошка. Ношу ее сама. Фоамиран, шпагат, проволока. Да. А вот это воздушный пластилин. Где воздушный пластилин. Вот это. О, фишечки эти. Бруне. Веточка в прическу. Роза и черника. Роза и черника. Сочетание такое интересное. Это я делала для фотосессии дочери. На 9 лет ей было. Кто у меня есть в друзьях, в одноклассниках, видел фотографии. Фотограф из меня не очень, но тем не менее получилось красиво. Ну, примерно так. Заказывали вперед, девчонки, вот такие снежинки на ободочках именно в садик на утреннике. Ваза, не поверите, как прановые колготки. Также вот тоже по такому принципу вазочка. Еще не доделанная, да? Клей, каплановые колготки и тубус от фотообоев. Фотообоев. Все идет в ход. Да, летний букетик. Ой, и с веечкой обалдеть. Зимой радует. Клевер, ромашки, лютики. Вот это очень было сложно. Это просто невероятно сложно было вот эти все штучки приклеить. Я люблю делать интерьерные композиции. Очень люблю орхидеи, но как-то дома они у меня не приживаются. Поэтому приходится воплощать, так сказать, из любимого материала. Если кому-то что-то понравилось, приходите, пожалуйста. С удовольствием изготовлю для вас. Или можете выбрать из наличия. Впереди праздники, Новый год, также 8 марта. Цветы всегда нужны женщинам дарить. Поэтому радуйтесь своих близких. Окружайте себя красотой. Будьте красивой душой, несмотря на сложившуюся сложную обстановку у нас. Не унывайте. И будьте счастливы с наступающими новогодними праздниками. Рукоделие приносит дом спокойствия, умиротворения и покой. А созданные собственными руками вещи создают особую ауру. В доме случается меньше ссор, и домочадцы реже болеют. Рукоделие является не только источником новых вещей, но и источником здоровья, как душевного, так и физического. Многие женщины знают, что рукоделие может прогнать скуку и тоску, подавленное настроение, тревогу и чувство уныния. Рукоделие является замечательным средством от депрессии и стресса. Продолжение следует... Рукоделием, всякими поделками я занимаюсь для того, чтобы радовать свою душу, чтобы занимать свободное время, но и в то же время, чтобы радовать других, чтобы люди были заинтересованы. Мы собираемся, общаемся, проводим выставки. Нравится мне вязать шляпки, нравится вязать красивые корзинки с цветами. Все эти подарки, все эти рукоделия, которые я делаю, я раздариваю знакомым. В первую очередь, конечно, так как моя работа основная, общественная, это направление военно-патриотическое, я всегда старалась свои поделки дарить ветеранам, проносить им радость. Я пишу стихи, пишу песни, пою. И также эти все свои произведения я стараюсь направить в правильном направлении для тех, для ветеранов, для тех, кто дал нам жизнь. Порадовать город своей песней, порадовать тех людей, с которыми сотрудничаешь, которых уважаешь, которым благодарен, и для них тоже стараешься что-то написать и прочитать, спеть. Продолжение следует...